Что-то еще. О! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я рада приветствовать вас в нашей студии. Она же кухня, она же вся квартира. Я ждала, тебя так ждала. Ты был мечтой моей хрустальною. Ждали, да, Эфир? Ну, давайте завтракать. У меня на завтрак вот такие вот роскошные хлебцы, финкрисп, которые нельзя есть, потому что там высокое содержание дрожжей. Дрожжи, дрожжи. Ну, вы же понимаете. Видео супер, с мамой. Так, я так, что, как это? Сейчас, подождите. Может, руки вымола пришла? Вымола. Так, я так, как светит луна. Бегу мимо темных паров я. Там, где была влюблена в тебя. Прятала чувства в чулан. Стеснялась твоих нежных слов, но убегала с тобой. Вот так. Выступает с индукетом. Эти масты о тебе. Никуда от них не деться. Сука, весна. Так мечтала я тебя раздеться. Ты можешь лишь для тебя. Короче, все, слава пошли, как обычно. Ну, я сейчас уйду в другую комнату, если ты будешь мать гугаться, прошу. Для меня не гугаться. Знаешь, мне вот, чтоб тебе не нравится, какое качество. То, что мне часто шантажировать стало. Ну, я матом просто прошу, не ругаться при мне. Ну, и когда я не ругаться. Что случилось? Что, сука, весна, ничего не случилось. Ой, недовольна моим поведением, как обычно. Я бы больше. Я руки, мы не помогли. Здорово бы хотя бы. Солок. Ну, я вам сначала мую. Солок хотя бы, скажи, Жупин. Окей. Да, вон они все стоят. Сейчас подойду. Они не могут к тебе подойти, а ты этим пользуешься. Маш, на губ-стиле. Это мой любимый стиль, вот. Такие вот штаники. Вот. Из-за льна. Такая вот кофточка. Я себя чувствую очень, очень в этом комфортно. Интересный у тебя наряд. Очень, очень интересный. Просто нереально интересный. Штаны пиздец. Да, это очень модные штаны. Вот. Поэтому я очень рада, что ты не отстаешь от стиля и можешь оценить. Еще сильнее. Да, кстати, похудела сильно. Но я даже уже сказала. Хотя мама обычно меня дрочит и говорит, что я толстая. Маш, привет. Рада тебя видеть. А я, знаете, как рада вас видеть. Вы даже себе представить не можете. Да, на ряд бомжа. Бомж ставил. Давай, давай, мамулечка. Давай, давай. Маш, убирайте сись. Это опасно для здоровья. Лера Кудракцева для тебя. Например, вот ты знаешь, дочь, ты прямо сейчас написала, я бы ссалась от страха, прям клянусь тебе. Прямо все уже, прям по штанам течет. Маш, тебе же болит? Хорошо, что давай убирай свою грудь. Маш, у вас не хорошо. Нет, ну вот они посоветовали. Я на эту хуйню специально написала, чтобы я боялась. А я ебала в рот. Вот. Маш, когда будешь шлифчик носить? Но пока грудь стоит, ну я не буду носить еще. Зачем носить, если грудь стоит? Если бы она лежала у меня, да, да, да. А отвиснет, новую сделаю. А не сделаю, буду ходить с отвисшей. Вот молоко себе купила, своя любимая. 0,5 процентов. А че все смеются? Маш, мамочка, ойочка, добрый день, мой хороший. Ой, Инна, я тебе столько вещей приготовила. Хотела тебе прислать еще с утра, но не успела отправить. Ты прикольная, никого не слушай. Да знаете, слушать всех, это все. Это можно сразу на секрет ставить. Потому что этих советчиков, гребаных, столько найдется, что тебе начинает казаться вообще, что ты уже никчемная, как было, которая не успела родить 18, и шансов больше у него в жизни нет. Такие вот дела. Я пью кофейок, хотя не отказалась бы от Дон Периньону с утра. Ты куришь опять? Ну честно, да. Честно, да. Я курю, какое-то говно купила у Мальбора. Вот хумус классический, очень вкусный. Уже третью банку покупаю. Посмотрите сейчас упаковку. Очень крутой. Мне прям понравилось. Без сахара и уксуса, натуральный, более-менее. Что это за игрушка? Это моя подруга Марина Африкантова, если вы знаете такую, из Дома-2. подарила мне зайца, а зайц сообщил, что он хочет греть жопу. А единственное место, где можно греть, это кофеварка. Точнее, не кофеварка, а вот это пароварка. Вот. Ну, мне что, они не очень. Не, ну я их куру, потому что они с двумя кнопочками. Нет, это хумус, хумус. Я очень давно хочу в Израиль поехать. Бля. Аж плохо встал, не могу открыть. Что за работу Володя, он мне отвечает. Слушайте, ну, у него очень много работы, поэтому он не всегда всем отвечает. Он мне-то редко отвечает. Зайцы плохую энергетику впитывают, да? Я вообще в это ни во что не верю. Я верю как в себя. Да. Кормили? Вова на работе. Инна. Вкусненько. Хумус изнута. Я... Я в Израиле все время его ела. Мы когда с мужем летали, нас так там приняли, это вообще сказка, рай просто. Привет. Всем привет. Кто выиграл в батле? Ой, Лёвочка! Леван, наконец-то! Наконец-то ты пришел. Мне... Мне нравится, что... Отсвечивает, да, немножко. Лёвочка. 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 Лёвочка, только с меня-то с ничего. Пока с еще не... Ты не успел с утра. Лёвочка, я разберу вещи и... Всё. Привет, с Ростова. Так. На какие вопросы ответить? Скажите, я нам всё отвечу. Да, Маша, привет, красотка. Всем привет. Няня Мухумус. Хумус. Ты поддерживаешь общение с бывшим мужем? Ну, мы общаемся, конечно. Конечно. Ни чужой человек-то. Десять лет вместе были. Мам! Говорят, что ты красотку в костюмчике. Да? А-а-а! Я вам хотела показать-то Ярик и костюм. Сейчас. Может быть, справа? Ты сейчас хотела его показать? Потом сложишь там же? Нет? Бросишь опять. Вот. А то я вчера говорила-говорила, а получается как будто пиздобое. Вот. Костюм. Маша, где мне позавтракать? В другой комнате? У меня. Вот один не родился. Такой вот. У мамы. И у Марины Африкантова один в один. Ну, если вы посмотрите по постам. Мы с ней даже цвет заказали одинаковый. Цвет нежный, сиреневый такой. И вот у меня вот это очень нравится. Вот такие вот кармашки. Они оригинально сделаны. На коленях вот такие вот. Блин. Как видно? Прием. Состав стопроцентный. Стопроцентный. Но вот как вам показать? Вот они нереально крутые внутри. Он не бархатный, стопроцентный хлопок. У Ярика, у Ярика. С которым у меня батл. Я покупала. Он семь стоил. Вот, семь тысяч. То есть я взяла. Тут же взяла Марина и моя мама. И еще девочки там с проекта позаказывали. Вот такое. Ну, мамину же не буду показывать, наверное. Ну, приносить, чтобы лишний раз с ней ходить. Неохота. У вас столько вещей, куда... У нас нереальное количество вещей. Потому что я сейчас разбираю. Вытащила все из шкафов. И все разбираю абсолютно. Ну, все разбираю. И не могу разобрать. А, ну, тебе просто... У мамы такой же, да, только зеленый. Рост метр шестьдесят девять. Где-то так, да. Метр шестьдесят девять. Ну, что делать, а? А почему это пахнет? Я не знаю. Может, тебе кажется? Нет. Ты готовить уменьшимее, но как бы... Делают раз в пять лет. Как хорошо пахнет. Я не хочу свои вещи продавать. Ой, вот столько вещей, ни разу еще в жизни... Я даже вещи, которые надевала... Ну, вот это, конечно, Маша, а можно эти миссии? Мне не хочется как-то продавать. Я не знаю почему. Не знаю. Маша, я тебя кутаю. Ты специально так держала? Нет. А что это ты зажгла? Палочку мою? Палочку поставь сюда. Нет, я хочу... Там пахнет очень чем-то в коридоре. Я не могу найти... Не могу найти. Ну, чем? Просто с ума с вами. Приятного аппетита, спасибо. Хумус. Ребят, ну... Вы реально не знаете? Нут. Вода питьевая. Масло тахины. Оливковое масло. Все, чеснок. Он, конечно, жирноватый, но я люблю. Приятного аппетита, спасибо, Анна. Мама очень приятная женщина. Спасибо. Очень приятно. Хватит одну ночь со мной. Любовь, морковь. Слушай, сынок, мне, конечно, очень приятно, что ты предлагаешь мне свои услуги, но как-то у меня есть с кем ночь-то провести, если уж честно говорить. Но приятно. Я не могу разбирать, я три души устроюсь. Вкусно, что похож. Блин, даже и не знаю. Дочь, ну это не пюре гороховое. Гороховое пюре, если объясни, мне бы вырвало. Маша, может быть, это действительно гороховое пюре просто красиво называется? Нет. Нет? Это хумус израильский. Из Назарета. Маня, привет. А зачем сможем общаться? Машинка, спроси, хотят, чтобы мы устроили... Устроили немножечко... Как это? Показано тебе. Ты устроишь красивые свои платья покажешь. Спроси. Мама спрашивает, вы хотите, чтобы я устроила показ мод? И показала вам свои роскошные платья. Повси, повси. Баттл Саня выиграла я. Естественно. А почему это естественно? Ну, потому что за меня проголосовало 80%. А как с Яриком, что у вас? С Яриком завтра. Что, еще будете продолжать? Опять? Да. Ой, ну мне очень понравилось с Яриком. Ярик лютый тип. Не боишься проиграть ему? Я вообще ничего в этой жизни не боюсь. Бояться, это сразу можно сдохнуть. Точно не боишься? Ничего. Сто процентов. Так, что мне покушать? Нет, вы видели не все мои платья, поверьте. Ну, мы те же покажем. Покажем те же. Тоже красиво. А мне так нравится? Вот я сегодня их смотрела опять. Мне приятно. Хотя я их все знаю. Ты правда делала аборт? Откуда это такие? Не берите. Не делала аборт, если бы забеременела. Езжай к Вове. Он накормит, не добись этой херни. Это честно, вот Вова молодец в этом плане. Знаете, я как не приеду, он всегда мне что-нибудь дает. Угостить. То есть я ему говорю, да ладно, не надо. А он говорит, нет, Маш, надо, надо. То есть я уже говорю, ладно, Вова, но я уже все. Я уже как бы не худая. А он говорит, тогда рожать себе. Слушай, Машинка, эти вопросы очень некорректные. Потому что я уже говорила о том, что у меня врачи сказали, что я не могу иметь детей. А зачем ты опять рассказываешь, что ты делаешь? Ну, потому что мне не надо. Я все время хочу рассказать, чтобы люди не задавали. Не надо. Да, потому что он, блядь, некорректный. Ну, я все прямо в основном. Просто скажу вопрос некорректный. А зачем ты вычитываешь? Ничего. Я не вычитываю. А все, скажи некорректный вопрос. Как и некорректный вопрос, спрашивать сколько человек получает? Канделаки. Вчера сказала, говорит, это никак не привыкну. Потому что это некорректный вопрос. Так, кто такой Вова? Да, Вова парень мой. Волосы я не мыла, правда, не мыла. Тут даже как бы таить не буду. Я сегодня собиралась, но ко мне сейчас придет салон красоты. Выездной. Вот это мне очень нравится. Поэтому я думаю, что я буду пить все королевы. Люди не понимают. Да, мне неприятно, что люди не понимают. А человек открытый, как бы я, знаете, не хочу говорить там, например, что ой, ну мне рано иметь детей, потому что я занимаюсь карьерой. Я считаю, что карьера это главное. Я вот такого не могу сказать. Ну, как бы, я говорю, как есть, да, что? Ну, вот мне врачи сказали, что у меня такая проблема. Я лечилась. У меня, мне выписали сильнейшие гормоны, от которых я вставала. И вот, знаете, ну, если кто-то из вас пил, короче, эти гормоны, я выпивала и просто тут же могла упасть от дикой тошноты и слабости. И плюс грудь у меня стала, наверное, размера седьмого. И когда я перестала пить, у меня огромные растяжки появились. Я не хочу делать эко, потому что, потому что, во-первых, там полгода гормонотерапия, во-вторых, очень много, ну, моих знакомых, которые делали эко, у которых потом была онкология. Даже та же Фриске заворотнюк сделала, да много кто им, не знаю, мне как-то кажется, что, если, ну, Бог даст, то будут дети. Ну, а не даст, ну, ну что, ну, значит, ну, что не даст. Вот, я забыла, а этот парень, да, это мы собирали деньги, и спасибо вам всем, кто собирал деньги моему другу, вот. Очень мне печально, потому что подряд из жизни ушло два человека. Из Киева моя знакомая девочка, ей 24 года, там сейчас вот еще один человек ушел. Это все, конечно, очень тяжело мне. Но спасибо, что вы помогали, и за то, что вы неравнодушны. Маш, как ты относишься к певице Ирины Салтыковой? Слушай, Лев, у нее какая-то песня-то была. У нее какая-то там одна песня известная была, прикольная. Одна. Нет, ну, может, у нее она и не одна. Но я не могу сказать, что я прям вот сейчас вот кончаю от счастья, когда слушаю. У сына в анкете в анкете вопрос. Доход вашей семьи. А, ну, так вам, как мать. Как девушки-близняшки живут? Шикарно. Отчего ты пила манурал? Манурал, у меня очень часто после анорксии, у меня песок в почках, чуть ли не до камней, и боли нереальный. Поэтому я, поэтому я, поэтому я, иногда пью, когда мне совсем плохо. У меня вот такой приступ был в Сочи, когда мы с ума были, я прям пила два раза. Вот. Мамуре стала бабушкой, ну, она четыре раза стала. Я, наверное, вас сейчас вот как-то удивлю. У нее, она молодая бабушка. А у меня даже в постели есть младший внук, все время в постели много его. То есть, когда родилась ее дочь, она стала бабушкой в этот момент практически. У меня простуда. Симба-симбабо, симбабо-симба, ну, держись. Что Оля готовит? Вы знаете, к счастью, ничего. Мам, вот ты вот понимаешь, вот ты просто нагло обманываешь. Вот сейчас, ну, вот сейчас не готовлю, вообще говорят, что... Мамур, тише, ты живешь. Нет, ты все время говоришь, что я ничего не готовлю. Ой, я говорю, к счастью, сейчас не готовишь запаха еды дома, нет. Я уже грудки размораживаю, кстати. Извините, пожалуйста, дорогие друзья, мама каждый день готовит, но я ее говорю, что могу освободить от этой должности. Ну, давай, освободи, вот сейчас прям как. Маша, я заметила, что Леван все подкатывает, хочет отбить себя у Вова. Ну, во-первых, Лева это мой незаменимый дорогой человек, вот. Подкатывают это гопники на улице к кому-то, а это про него вообще сказать нельзя. И это большая честь, что он входит ко мне иногда, вот, снисходит с небес, и я могу лицезрить его роскошное лицо, которое сочетается с блестящим умом и харизмой. Поэтому это большая удача. Привет, всем привет. Блин, объясните про последнюю ситуацию на отдыхе. Дочь, значит, сколько времени прошло? Три месяца. Мы приехали, мы жили в Рио-Полис, Канкун. Отель стоил около 375 тысяч, 400, 400. Когда мы приехали, билетов на самолет не оказалось. Деньги на карте, которая у меня была, не снимались. На второй карте денег не было. Наличку мы потратили, поскольку знали, что мы в Волон Клюзеве даже больше. И вынуждены были поехать жить в турщобы мексиканские. Ну вот, как сейчас помнят, такой вот, наверное, две граники было показано роскошной жизни и что за пределами этой роскошной жизни. Но вы знаете, люди не чуть не менее счастливы, когда живут в таких условиях. Я видела, как они каждый вечер курили марихуану около подъезда, около своего, около домиков. И этот запах был совершенно поленительно, дуряющий. Все были на релаксе. Ну вот, с три стороны дружишь. Она роскошная женщина, вы знаете. Она роскошная женщина, очень харизматичная, очень умная, начитанная. Талантливая. Талантливая. Леван Жирак нет пока, он думает. Блин, ну почему не приходят уведомления? Ну потому что все пошло по пизде. Галя, Галя, почему будет онкология? Скажи, Маша, я тоже хотела делать ехать. Да я не знаю. Вот говорят, что если у кого-то гормонотерапию нормально переносит организм, у кого-то нет. Но поскольку я и так очень сильно болела, я боюсь делать что-либо. Что все смеются, я не понимаю, что я такого. Какие планы на сегодня? Какие? Вот ко мне сейчас приедет салон красоты на выезде. Вот два часа. Маша, ты видел мой? Что? Ну ты телефон берешь всегда, а я потом не могу дойти. И что? И спрашивала мне. Горешь, куда? А там куда пойдешь? Да особо ходить-то нет. Конопля целебная. Ну, знаете, бывают такие свойства у травы, конечно, когда человек покурит, и у него выходит вообще весь стресс. Но увлекаться этим нельзя. Деньги я никуда не буду тратить. Вот. Поскольку Аня Калашникова все эти деньги до копейки перевезет медикам. Может, договорились куда. Ну, вы знаете, мы с Ловой, чему, где-то рождение не обсуждали. Ну, во-первых, потому что у него есть дочь уже, которой пять лет. Во-вторых, потому что... Ведь у нас все только началось. На-на-на-на-на-на. Что может быть дороже. Та-та-ра-та-та-та. Та-та-та. Ну вот. Сумма 550 тысяч. С подоходным налогом она останется. 510 где-то. Маша, ты обещала причесываться. Каюсь. Косячу. Не хочу вообще до головы дотрагиваться. Мне так противно это само делать. Но привыкло, что мне помогает немножко в салоне. Кто такой Вова? Если вы не знаете, кто такой Вова, то вы потеряли все, что есть. А тебе шансон нужно пить. Владимирский Централ. Ветер северный. И Тапова с Твери. Зла немерено. Лежит на сердце тяжкий груз. Но не очковичный. Бьет. Одиннадцатый тус. Мамон, ты думаешь, мне приятно параллельно себя со всех устройств? Я, конечно, понимаю, что я звезда. Но не настолько же, родная. Ну что ты творишь? Мне лично деньги не отдаст. Но она их переведет на помощь медикам. И это гораздо более важно. На Успенскую похоже. А чего так путаются мысли? А я сяду в кабриолет и уяду куда-нибудь. Нет, ну вы просто посмотрите. Покажи. Не надо. Нет, а ты покажи, как ты лякопируешь, мам. Ну зачем? Да нет. Ну зачем, мам? Ну она так не... А ты думаешь, что это смешно? Это гениально. Ты лучше Галкина. Ну. Браво. 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 Пошел нам. Поклониться надо, поклониться. Спасибо за внимание. Ну продолжай, что уж. Твой звездный час. Это ты думаешь, все? Я очень рада. Ну ты очень плохого мнения обо мне. Главное, звездный час. Давай, секунду. Ну, мой ребенок. Умница моя, умница, красавчик. Мам. У Дениса Зайцева сегодня премьера нового блокнота. Да? Ну это все. Ну это просто шок. Какого блокнота? Ну блокнот выпустил, Денис. Ты что, именно? А все закрыто. А он смог. Даже в условиях карантина выпустить блокнот. Супер, Денис, молодец. Денис, вот за что я тебя уважаю. Вот что ты всегда работаешь. Это реально шок. А где его купить? Он нам подарит. А ты что так поверила? А он мне уже дарил один, я его израсходовала. И списала весь. Молодец. Денис, поздравляю. Да. Кофе пью с молочкой. Обложка какая? Ты? Ты на обложке? Голубоватая была. В прошлый раз обложка прям настроение поднимала. Нет, Оксаночка должна вас разочаровать. Вова очень любит Машеньку. Просто вот такие отношения, как, знаете, бывают между братом, сестой, сестой. Володя не похож на влюбленного. Он холодно к тебе безразличного. Ты видишь, что с душой к нему. Вот ты понимаешь, Маша? Вот видно, как ты, правда, так хорошо с ним общаешься. Вот он такой вот очень... Ну, вообще-то он моренный, так и должно быть. Должно? Ну, меня это напрягает тоже иногда. Мне кажется, что это... Он... Ну, не знаю. Не хотелось бы, конечно, мне. Не хотелось бы, мне. Когда рожать? Ой, да ты знаешь, буквально вот сейчас сколько? Уже вещи в роддом, смотри, там приготовили. Дочь, там пакетик стоит, вот, в горошек розовый. Я не знаю, видно его здесь или нет? Вон он. Видишь, розовый. Ну, как бы, меня решила не прибегать к помощи спонсоров. Вот, поэтому пакет небольшой. Вот. Ну, ты молодец, этот вопрос, он, знаешь... Ой, подарит нам бесплатно, Денис. Представляешь, как повезло? Я тебе сказала, он нас любит, и мы его. Денис, мы тебя любим очень. Я надеюсь, что Вова проникнется. Военные все-таки сдержанные, все в себя. Почему написано с пулей в голове, военные? Ну, кому-то пулю могу всадить, но у Вовы нет, у Вовы нет пули в голове, все хорошо. Это она, наверное, про своего какого-то знакомого. Все, я могу. Ой, ты зачем мне показывала, когда я съела? Ой, ты зачем мне показывала, когда я съела? Да нет, рыба вот сидит. Он рак, он один шаг вперед, 52 назад. Ой, раки-то ползут назад, как ползать. Тяжело мне, тяжело. То я думаю, все, любовь. А на следующее утро опять. Ну, доброе утро, как там работа, что, сколько встреч сегодня? Я говорю, ну, блядь, ну все, опять. Только думаю, нормальную вот ночь провели, блядь, ну, с чем ваш сын и день встречи? Сейчас я поеду подписывать. Вам тебе звонят, тебя это не смущает? Нет. Ты глухая, дитя. Тихая. Тише. Алло. Здравствуйте. А я не могу сейчас, я попозже. Нет. Куда? Спасибо. Спасибо за вам. Куда тебя зовут, мам? В Билайе на 5. А зачем? По тем, чтобы я оценила, я бы наговорила кучу неприятностей. Связь говно, да? Нет, ну они меня как бы это, деньги дерут, и за то, и за это. Маша, вы пойти в Интерте? Раки очень осторожны, но это я уже без вас. Я вас знаю, дорогие друзья. Как по минному полю хожу. К своему нежному. Как по полю снежному. Кто-то по снежному, кто-то по минному полю. Денис, реально, ты такой молодец, я тобой горжусь. Вот. Рак очень сложный человек. Очень-очень-очень сложный. Очень. Ну, я легких путей не еще, поэтому все нормально. Сейчас, Вовочка, дам. Самая клевая, Вова, тоже. Спасибо. Спасибо, спасибо. У меня два рака было ужасно. Ну, дочь, ну что поделать, ну что поделать. У меня... Маршуля, ты одаренная актриса, это факт. Ну, конечно, я во всем одарена, Легочка. Рак, это реально сложно. Да, очень-очень-очень. Что за это делать на мультиварке? Жопу греет. Денис, подари блокнот, Алене Купер. А ну, скажи, она, пусть, подарит. Она об этом... Она просят тоже, да? Нет. А что? Алис, ну, ругались вообще-то. А, Легочка, вы? Я тоже рак. Какая-то Левочка, знаем. У меня сегодня 4 часов премьера блокнота. Так что, Денис, нужно выложить? В сторис давай выложим, что у тебя премьера блокнота. Потому что это реально событие не каждый день. Скорпион, вот это, да, вот это реально сложно. Но, вы знаете, у меня муж, он самый лучший был. Я ничего не могу сказать плохого. Любой женщине повезет с ним. Если она засунет свой язык в жопу, будет стоять у плиты 24 на 7, и еще одновременно умудрится ему посасывать. Вот. Или хорошо бы, чтобы еще и зарабатывало много. Я думаю, он не холодный наедине. Ну, вообще-то, Вик, ты правильно думаешь. У тебя хоть мысли шикарные. Карантин, мне кажется, это лучший период в моей жизни. Карантин. Поэтому все хорошо. 48-я башня сгорела. Слышали? Да вы что? 48-я. Ну, хорошо, что это не единственная башня была. Главное, чтобы никто не погиб. Маш, ты смеешься, когда про блокнот говоришь? Ну, нет, потому что я очень люблю Дениса. А! Ливан тоже хочет блокнот. Давай, напиши. Денис, пожалуйста. Ну, вы знаете, что? Денис, ты можешь... Нет, Денис, ты сейчас разоришься. Ты разоришься. Если ты всем забудешь дарить, ты разоришься. Денис, мне кажется, ты можешь уже не выкладывать, что у тебя вышел блокнот. Потому что ты как бы должен уже по Бартуру всем раздать. Всем звездам, понимаешь? Блядь, от Ливана комментарии уже тошли. Даночка, ты знаешь, ну, про себя... Вы увидели, опять приходят. Ты про себя, во-первых, блядь, не пиши. А, во-вторых, проблеваться тебе не помешает. Мне кажется, лишний вес у тебя немножечко есть. И пусть я в Равну приходит. Вот, Денис, все хотят блокнот. Да, очень. Все хотим, все правда хотим. Мой тоже бывший скорпион. Тебе повезло, ты от мира знала. Нет, это не повезло, что я скорпион. Почему? У тебя взять твой скорпион, между прочим. Бывший. Ты с ним очень... Отношения у тебя хорошо сложились. Да, у меня, кстати, хорошо. Лучше, чем у меня. Он тебя раза два... У меня, кстати, с ним хорошие отношения. Были и есть, и будут, наверное. Нет, вообще никак. Ну, может быть, ну как бы... Ты к нему как к сыну относишься? Ну, это громко сказано. У нас правда, мол. После этого я не видела. Ну так, мысленно. В космосе есть с ним на связи. На связи. Так, говорят о всех скабрионах маленькие. Нет, ты что? Мой, вот. Маш, ну зачем ты все рассказываешь? Роскошного. Покажи собаку. Карась, Володя, идем. Собак шляется. Да за тебя, Маша. Маш, у нас не надо. Ты красавец. Врет Оля безбожно. Да и Вова страшный. Облезший, толстый, престарелый мужик. В нашей симметрии скорпиона. Мама, папа, я. Вот это несчастье, конечно. Вашенька, извини. А ты вчера вот ела? А ты курсишь, что это? Немытое все было. Маму и общается с внуками. Ну, вы знаете, сейчас ситуация сложная. Ну, я по телефону общаюсь. Ну, по телефону, да. Как относишься к девушкам? В каком плане? Ну, пищу я не нарезала никому, честно. И они мне тоже. Поэтому, ну, как бы с уважением ко всему женскому полу. И если есть какие-то проблемы, я готова первой идти защищать каждую женщину. Каждую абсолютно. Любишь меня? Конечно. Он успокаивает, как колыбельная тему. Сразу после него спать. Пососешь и спать. Сколько стоит блокнот Дениса? Сейчас он ответит. Где-то он еще там. Денис, сколько блокнот стоит? Скажи, будет ли скидка моим подписчикам? Как у Володи дела? Будет скидка, это Маша. Ну, я не знаю. Да? Не знаю. Он молчит. Молчит? Молчал? Он шо? Анонс сделал про блокнот из семьи Бафф? Маша, салат. Ну, у него в 14-й премьер он готовится. Интересно, а как он там будет проходить? Ну, запускай. Маша, можете мне что-то вкусненького сделать? Выпей. Может быть, опять сделать? Ты выпей и не захочется спать. Ну, я не хочу. И так и пройдет карантин. А, знаете, говорят, я о них вот вспомнила. Говорят, карантин закончится, а привычка пить с двух часов останется. Так она мне не проходила, это привычка. Ну, нет, Наш. Ну, что ты... А на Мальдивах с 10 тонн перенет. На завтраке там, это дурной тонн не выпить бокал. Маш, скажи, пожалуйста. Я скажу. Что, может быть, делать опять жаркую такую из курочки? Живот свой в тени, толстый. Маш, Саш, как можно при маме про меня? Говорят, а где Саша? Я что-то не знаю, где здесь Саша. Ну, ладно, Маш, они просто знают. А что такого, извините? У меня что, мама не знает, что это такое? Ну, это бред полный. Она в браке 50 лет прожила. Маш, перестань, а. С меня сувать везде. Так а ты ж... Ты же замужем была, ты же детей не нагулял. Маша, уже всерьез воспринимает твои слова. Кто именно? А я все говорю всерьез. Я спрашиваю, будет ли это блокнот скидка моим подписчикам? Это правда. Блокнот, где можно купить. Ливан, я выложу в сторис все подробную информацию. Но я думаю, что Денис тебе подарит. Потому что ты такой гениальный человек. И мне это будет зачесть, что ты пользуешься его блокнотом. Ты что? Вот. Привет, всем привет. Огурец есть у тебя? У нас много. Вон там три был, по-моему. Вот, смотрите. Я, конечно, не очень сейчас люблю покупать все это. Но есть. Вот такой. Вот такой. Вот такой. Такой. Вот такой еще есть. Авокадо подвязчая. Чуть-чуть уже сморщенная. Как член музея. Значит, яблоко. Два банана. Тоже немножко сморщенная. Ну, там яблоки помелчи. Ананас вот стоит. Уже можно быть, чтобы он и не стоял. Он уже рекорд побил, блядь. Уже неделю-две стоит без продыха. Это, конечно, шок. Ну, молодец. Вот что значит. От хозяина не отличается никак. Вот. И гора посуды. Ну, это, конечно, это понятно. Люди творческие здесь собрались все. Поэтому как же без посуды-то? Читаю, я вас плохо вижу. Как твои дела? Плохо я вас вижу. Привет, моя хорошая. По мне все плачут. Слезами бы, блядь, не залили меня. Маша мужеподобная немного. Ну, я не скрою, да. Есть так, блядь. Я села и все, вывалили все. Сразу. Так, блядь, надо качать свой пресс. Маша, ну что, Маша, вот ты мне, это, можно ли я здесь что-то буду делать уже? Это ты будешь в буфель. А? Будешь в буфель еще? Я хочу прибрать немножечко. Так, дорогие друзья, что я вам могу сказать? Нет, поговори. Я с удовольствием тебя слушаю. Просто я говорю, можно я что-нибудь приберу здесь? Когда будет баттл? Завтра утром. Вы что, моя сторис не смотрите? Э! Э! Вы хотите, чтобы я вышел в эфир в 14 ноября, когда ко мне придут из салона красоты? Давайте. Мам, нам предлагают Владимир какой-то приехать посуду помыть. Но ты, наверное, надеешься, что пока ты моешь, что что-то будет просто... Да нет, конечно. Я просто... Я, вот представляете, каждый день я мой ворох посуды и думаю, откуда она у нас берется? Откуда? 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 А-а-а! А-а-а! Мы знаем у всех так. Но я ее могу копить целый день и не убирать каждую секунду. Вы знаете что? Я вот накоплю, накоплю посуду, а потом разом все перемываем. Кастрюли все, чашки, тарелки. Поэтому я не парюсь, если она стоит у меня в раковине, она мне совершенно не мешает. Мам, давай танцуй. Я? Да. Да. Маша, сейчас чашку дай. Пошли, что сделаем? Все, сейчас. Слышь, что ты такая дерзкая, мама? Тебе? А-а-а! 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 Может, с нас в сети метров каблук и малыш блатоет? Готовить не умеет, зато он пританцует. Ее фасады парней интересуют. На самом деле на стаканах. А-а-а! Думай, думай, думай. Удем ее без клуба. Тебя пора сбежать. Багажник и проход. Прошу меня звестить. Лучше нет утра. Теперь это причина песня. Слышь, ты чё такая дерзкая? Мама, ты движения на максолете? Как дерзкий, давай Я к вам и не буду Так, Леван, для себя это был танец Да я танцевала, пока ты не видела А я всё ржу, надо было Да? Да Да Нос, блядь, на пол экрана у меня, сука, стал Нос на пол экрана, как картошка расползся Вот, ну чё, настроение немножко это, надо было поднять Маш, мама выкинула подаренный мной блокнот? Нет Спросил Денис Ты чё, я говорю, нет, конечно Где он? Ну сейчас я буду искать Мама, подойди быстро, у человека сейчас Ты чё? Я бы не использовала ее Денис, ты что? Сейчас пойду искать, чтобы он расстраивался Маму Сейчас Мама Мама Ну, плохо Отчего? Неси блокнот Ну сейчас Человеку плохо Ну сейчас Мам! Ну сейчас пойду Сразу же прям так сорвалась и пошла Мне посуду еще мыть А я должна сейчас сорваться и бежать искать его У нас ерунда и сейчас вещи А где Леван? Лева Так, Левочку берем Там, у кого-то там стояк, сынок Ну держись, держись Надо кончить быстрее Бери быстрее мою фотку Ты чё, сынок? Маша Я себя поймал на мысль Клянусь Вот тебе Клянусь своим здоровым Вот клянусь крестом Если я не смотрю твои эфиры Чтоб ты понимала У меня нет настроения Вот клянусь, если я вру Пусть я в своей жизни белого дня не увижу А можно мне тоже блокнот, Машуль? В два часа примерно Я тебе серьезно говорю Если можно, то я куплю, правда Во-первых, спасибо тебе за танцы Я тебе говорю, я тебе клянусь Да вот смотри крест Да не так, сынок, я и так тебе верю, сынок Я если к тебе в эфир не зайду Ты понимаешь, у меня просто Всё, что в моём дне происходит Это всё коту под хвост Ты, я тебе говорю Просто камень девушки Катя Варнава у тебя на подсосе Она всё Ой, там мама Нет, она ушла Она ушла Да, слушай, правда, точно Так, Леван, у тебя не сейчас Звёздный час, давай Тётя Тётя Олюшка, можно мне тоже, пожалуйста Первая у меня исписанная Исписанная Я пишу записи Конспекты Я могу вам сразу показывать Я саму фотографию куплю Обложку Тётя Оля, клянусь вам Ну ты чё? Ну а что? А если новая какая-то, я с удовольствием, Денис, с удовольствием возьму новую А то я тут берегу не всю исписываю Лежонка Писать Писать жёлтко Слушай, Машуля, прикинь, а почему ни ты, ни я такой не выпускаем? Ты представляешь? Вот, пожалуйста Это вот, ты понимаешь? Это когда человек тала А почему синяя обложка? Это голубая А почему голубая обложка? Ну этот цвет А другая? А у тебя другая цвет Он культовый Этот цвет культовый Ну видишь, я же просто в цветовой гамме Ты же понимаешь, что мужчины, они же дольтовые Сразу вот это просто цвет Он просто вот привлекает внимание Голубой, надо брать Всё, голубой берём Всё, сразу А ты помнишь, вот у Филиппа Киркорова Я, шоу, всё было голубое Конечно, конечно Он молодец, он понял, какой цвет в тренде Уже давно Слушай, Маша, может мне тоже какой-нибудь пиджак голубой? Как ты думаешь? Пойдёт А вот нежно-голубой тебе бы очень подошёл Знаешь, под все серебристые туфли Вот если бы шутер Это будет просто бомба Потому что в сочетании Слушай, а я ещё у твоего Дениса на премии Видел красные штаны, красный пиджак Да! Я понял то, что Маша Просто все мои костюмы Это вообще полное гэ, фуфло Ну, нет, я бы так, конечно, не говорила Да, но тебе можно красный с блёстками Это пойдёт Да? Красный с блёстками Да И подсветку На хуе, как у Ани Помнишь Калашниковой? У неё вот так было Вот так в штанах подсветить Ракушку такую, как у Лёнтьева впереди Да? Машуля, я, знаешь, первое, что Аня сказал Пока я тебе гарнитуру для микробов Ставил Ты же открывала премию Я пока гарнитуру ставил Я смотрю, Аня идёт и сверкает Я говорю, боже ты мой Калашникова, ты горишь, что ли? Я говорю, тушить тебя я не буду Оказывается, у неё платье с подсветкой Маш, ты представляешь? Да, да, да Я вообще зря жизнь прожил Ты вот понимаешь? Нет, не зря У тебя всё только началось Но с интернетом у тебя правда беда дома Да? Нет, у меня вайфай У тебя не видно, котёнок У тебя же не видно Вы... Мы просто настолько тебя уважаем Что просто рады хотя бы голос слышать Понимаешь, да? Маша, я тебе клянусь Если я тебе когда-нибудь Даже мысленно плохое пожелаю Пусть мне это втройне воздаст Нет, не надо такое говорить про себя Ливан, я вынуждена проститься с тобой Потому что теперь даже уже и не слышно Я буду смотреть Я продолжаю смотреть тебя У Ливана какая-то беда с интернетом Ливан, плохо видно Это мы все уже давно поняли Так, дорогие друзья Всё, я пойду готовиться к салону красоты Сейчас я выложу то, что вы попросили Название песни, которая на Мальдивах у меня была Где вы танцевали Выложу что-то ещё я вам обещала Сделали пересадку волос Куда? На какое место? Вов, хватит сидеть в образе Ты хочешь подрочить? Я тебе подушку не дам Сегодня ты наказываешь Ты меня кусал Ну вот Ливан перезагрузить Всё, короче, давайте Я вас люблю, целую Завтра, кстати, продолжение баттла И у меня Ливан потрясающий Я вот клянусь вам Ну это без шуток, говорю Это вот без шуток, без стёба Два часа ко мне приходится На красоты Я вам покажу Всё, я вас люблю Следите за сторисы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!